привет всем сегодня я вам покажу как я хочу себе сделать красивый практичный фартук над раковиной здесь у меня моющие обои вот я начала уже их снимать такие моющие они уже много лет у меня там наверху все нормально а вот над раковиной я сделаю себе красоту вот я тут уже сняла кусочек вот это у нас стена тут даже вот старые там плохо снимаются пусть остаются это даже нам сыграет на руку будет такой какой-то декоративный элемент стена вот это вот ничего мне чистим не обезжириваем и вот я начала все снимать над раковиной буду вот это вот и все до плиты там буду еще дальше плиты делать снимаем и так обои старые со стены я удалила протерла немножко пыль тряпкой по стене и значит что нам понадобится это кисть можно взять валик канцелярским ножом я помогала здесь снимать обои может быть еще пригодится перчатки нужны нам целлофановые пакеты потом увидите для чего ну и емкость в которой мы будем разводить свою краску свой color здесь у меня эмаль водно дисперсионная акриловая универсальная полу глянцевая она бывает глянцевая матовая произведено по технологиям здесь 900 грамм расход этой эмали значит 900 грамм на 9 квадратных метров ну то есть 100 грамм на один квадратный метр на один слой потом мне понадобится колер универсальной я взяла черный а так он вообще разных цветов также мне понадобится эмаль перламутровая я такую взяла она также бывает серебристая золотая так приступаем к размешиванию так берем нашу эмаль такая она там беленькая наливаем я вот сюда в широкую часть наливаю сколько пока мне надо если надо будет потом еще разведу если будет свет отличаться в нашем случае ничего страшного беру черный колер и и добавляю и будем посматривать какой цвет нам надо взяла старую кисточку ей буду размешивать получается такой у нас серый цвет напомню вы возьмете колер себе любого цвета какой вы захотите и сделаете себе розовый березовый голубой я вот взяла черный у меня получается серая я добавлю еще потому что последующим не надо будет там посветлее ну вот вам хорошо видно да хорошо вот такой серый видите цвет получается если прямо тут вот на стенке попробую так я все тут застелила чтобы не пачкать она хорошо отмывается эта краска к мытью она очень стойкая высыхает она вот прелесть хорошо все у нас хорошо там капает капает полное высыхание у нее через восемь часов через час она уже не липнет так ну начинаю я красить потом вам покажу что получилось итак я стену покрасила своей серой краской теперь что я сделала налила сюда во вторую половинку своего такого импровизированного поддона перламутровую краску здесь развела краску уже чуть посветлее чем-то серая теперь берем пакет целлофановый пакет поплотнее можно и вот такой плотненький просто вот так его смяли окунаем начинаем с перламутра окунаем пакетик перламутр и начинаем вот так по стене ляпать ляпаем так сильно приминать не надо у нас не было сплошных пятен ляпаем ляпаем я здесь даже затронула косяк двери как заходить на кухню вот так наляпали наляпали прямо чтобы вот эти вот ляпки были как 1 1 1 1 такие толстенькие чтобы были полосочки в общем наляпали в произвольной форме как вы хотите видно нет у нас будет получаться в итоге получится эффект 3d вот почему я говорила что наши погрешности на стене не будет видно старые обои щербинки там всякие разные перламутр на камере не видно а здесь вот у меня видно хорошо как вывести перламутр как жемчуг вот тут еще ляпнем наляпали наляпали первым утром берем следующий чистый пакетик другой окунаем уже в светло-серую краску нам не надо сплошные пятна нам надо стараемся пробую еще будет так и теперь ляпаем уже светло-серой нашей краской как там вам видно не будет много таких вот прямо заломов сделать заломчиков и до нафантазируем что-нибудь ну я буду продолжать уже за камерой наверное уже видно посмотрите а я в камеру смотрю прелесть прямо перламутр дает о себе знать но перламутра все-таки надо побольше я буду сейчас делать но посмотрите какая прелесть над раковиной получился у меня такой фартук декоративный и плитку не надо согласитесь очень хорошо я считаю делайте применяйте денег нет на дорогие ремонты самое то мне очень нравится фантазируете я сейчас может быть что-то нафантазирую а здесь вот край бордюр немножко сейчас подниму увидите нет вот этот край я хочу от декорировать вокруг вот так вот придумаю что-то знаете или кружево или гипюр какой-то полосочками там но вот что-то такое и белой краской я приклею на эту краску и сверху белой этой краской пройдусь посмотрю что будет а может быть даже перламутром пройдусь подумаю так ну вот такой способ подписывайтесь на мой канал время свое вы проведете не зря прошла с еще раз третьим последним слоем перламутром то есть у нас первый перламутр потом светло-серый и еще раз белый перламутр вот теперь эффект 3d красота